В прошлый раз мы с вами немножко познакомились с органоидами эукариотических клеток. Провините по своему строению, да, укрепенческое и прокариотическое. Что сразу бросается в глаза? Сравнение прокариотическое, то есть бактериальное, и эукариотическое клеток. Не важно, животное, растение, гриф. Важно эукариотное. Что первое бросается в глаза? Прошу. Прокариотический клеток нет в разных органах. Нет мембранных, и двой мембранных тоже нет. И вообще, что у них с органоидами в бактериях? Их много разных? Нет, тоже нет. Крайне ограничено. А у эукариотических? Но одна классификация у нас вчера сколько времени занял. Вторая вещь, которая должна броситься в глаза. Плазмолема? Плазмолема. Но плазмолема то и другое есть в грубе. Ребята, как можно себе представить клетку без плазмолема? Плазмолема, это что такое? Это двухслойная коскоридитная оболочка. Оболочка лучше не говорится. Для этого есть свое название. В науке для каждого явления свое название. Клеточная мембрана. Внешняя клеточная мембрана. Отлично. Убрали в эту внешнюю клеточную мембрану. Клетка может существовать? Растворилась в окружающем мире и все. Плазмолема как раз есть у всех клеток без ключей. У ОКО-перед действительно широчайший набор органоидов у прокалива с этим клубом. Ищем вот из таких общих отличий размера. Размеры это принципиально важная вещь. Сейчас увидите почему. Какая группа организмов умеет быстрее питаться? Эукариот или прокариот. И почему? То есть быстрее получать из окружающего мира органоидов? Эукариот. А я твой. Не, ну они же быстрее получают. Конечно, мы думаем. Они получают быстрее. Думаю. Нет, не быстрее. Как всегда ведется расчет в любой биологической степени. В объемах. Не в объемах и не в массах. На единицу массы. Ого-го-го-го. Относительно единицы. Так? Масса перенесенного вещества по отношению к массе только так. А иначе вы ничего сравнить не сможете. Классический наш вопрос, который мы обсуждали. Кто требует больше энергии на каждую единицу массы? Больше еды на каждую единицу массы. Слон или мышь? Мышь. Мышь. Какая площадка поверхности приходится? Больше или меньше? Меньше. 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 Причем там порядковое различие пойдет. Хорошо. Берем прокариотическую и эокариотическую кресло. У кого на каждую единицу объема больше участок поверхности? У какой конструкции на каждую единицу объема? То есть на каждую единицу это классно. Больше участок узнали мы. У прокариотов? У прокариотов, конечно. Современная биология это физика, химия, математика. В данном случае вы просто совсем не держите в голове математические модели, которые мы обсуждали. А ведь делаем мы это не просто из интереса. Коль это есть отдельная история, отдельная литература, отдельная математика, отдельная физика. А в жизни вообще деление на отдельные предметы происходит? Да нет. В жизни это единый процесс. Хорошо, я показываю вам яблоко. Оно какое? Кислое, желтое или круплое? Это от яблока зависит. Это от яблока зависит. В любом случае. Оно круглое. Ребят, абсолютно бессмысленно строить такую альтернативу. Может ли яблоко быть одновременно и желтым, и крупным, и кислым? Да. Ребят, любой естественный процесс не свойится к химии. Не свойится к физике, не свойится к математике. Вы должны что уметь делать? Если вы хотите полностью познать свойства яблока, вы должны его полностью учитывать. Да. Его вкус. Его зарпл. Да. Его вес. Ну, то есть, огромное количество характеристик надо уметь учитывать одновременно. Любого биологического объекта. Вот все события, которые в нем происходят. Это события физические, которые рассматривают с точки зрения жизни. События химические, которые рассматривают с точки зрения химии. Описывается это все на языке математическом. По какой причине скорость, возможная скорость питания у прокариот всегда многократно выше, чем возможная скорость питания у локариот. Так как прокариот будет меньше, по линейным размерам масса прокариота будет отношение, вернее, оболочки прокариота к массе. Не оболочки, а мембраны. Мембраны прокариота к массе. Оно будет больше, чем отношение мембраны его к его массе. Да. Чтобы получить еду, что он должен суметь сделать? Есть внешний мир, а есть клетка. Еда у нас вот здесь. По блоки хиро. Через что? Через белки в канал. Которые где сидят? В краю, на мембране. В мембране. Не на мембране, а в мембрану замонтированной. Отлично. Перескажите, пожалуйста, есть у вас два участка мембраны. Один вот такой, второй вот такой. Через какой участок за одно и то же время может пройти больше веществ? Через левый или через правый? Через правый. Через правый почему? Потому что площадь его больше. Питательные вещества нужны каждой единице стопластной? Да. Да, каждый. Берем две клетки. Одна клетка вот такая, вторая клетка вот такая. На каждую единичку стопластной, у какой клетки приходится больше площадь внешней мембраны? Это клетка номер один, это клетка номер два. Вопрос, у какой клетки на каждую единичку объема приходится больше по площади, больше по площади участок у измолема, внешней мембраны? Нет. У первой. А если больше по площади участок снабжает своего подопечного пищей, то с какой скоростью процесс пойдет? Ворота вот такие. Не вот такая колечка, а вот такие ворота. Скорость будет быстрее. Скорость процесса здесь, конечно, быстрее, чем здесь. Чтичная потерь пойдет. Да. Да, верно. И она будет питаться гораздо чаще. Да, она не чаще, она просто всегда питается. Это постоянный процесс. Как только есть вокруг что-либо пригодное для клетки, а каким образом клетка определяет? Вот в окружающей вещества пригодный ли, конечно, активация рецепторов на мембране. Рецептор активировался и запустил работу транспортного белка. И транспортный белок тут же это корректирует кистофору. Просто здесь он дает мебель. Для каждого, для каждой дольки кистофору, для каждого участка кистофору, да, площадочка маленькая, через которую она может получить ее. А здесь это вообще-то большое. Вам трудно брать и переходить сразу к включенному моделью. Ничего привыкнуть. Видите, сколько раз мы с вами возвращаемся к обсуждению одного и того. Если у окориота умеет существенно быстрее питаться, это значит, какой еще процесс у них пойдет существенно быстрее, чем у окориота. Выделение движения нет, не выйдет. Размножение. Вот это, да, несомненно. Ни одна окориотическая клетка, ни один вид окориотический. Просто, в принципе, не умеет размножаться с такой скоростью, как это умеет делопателем. Ну, а теперь можно двинуться дальше. Мы в прошлый раз отклатифицировали с вами органоиды и поговорили про немембранные органоиды. Общее строение, общие задачки репосомы уточнили. Еще раз вспомнили про цитоскелет, проговорили про его специализированное образование. Ну, а еще давайте с одномембранными будем разбираться. Вот у нас элокориотическая клетка. Важнейшим одномембранным органоидом является ЭПС, эндоплазматическая сеть. Система мембранных трубок, которая пронизывает весь объем стоплазма. Система трехмерная, доска-то у нас плоская, но на самом деле вот эти отростки ЭПС будут пересекаться во всех возможных плоскостях. Они пронизывают весь объем плетки. Ну, там где-то еще пошел. Принцип понятен? Ну, мне лень рисовать такое чудовище на всю доску, важно, чтобы вы принцип разобрали. Итак, весь объем клетки пронизан грубыми стенки, которые сделаны из биомембраны. В этой биомембране, как всегда, стоят рецепторы, стоят транспортные белки. В этом смысле она мало отличается от плосмолинума. Другое дело, что набор самих рецепторов, набор транспортных белков, там будет друг. Ну и предположите, зачем может надпиться такая система каналов? Какие функции у ЭПС? Разумеется. Первое, что совершенно очевидно. Если у вас через город проходят трубопроводы, ветвящиеся, то, скорее всего, по этим трубам что-то прокачивают. Итак, первая очевидная функция ЭПС – транспортная, внутри клеточный транспорт. Переброска вещества внутри тела бактерии ведется за счет только одного единственного процесса. Какого? Диффулия. Да, только за счет диффулия. Здесь уже хитрее. То, что попало в трубу, не может просто декунтировать, куда где-то и считать меньше. Будет двигаться уже внутри трубы. Вот вторая группа функций не настолько очевидна. Хотя, я думаю, разобраться нам удастся. Скелет? Не мрама твердая или это плывущий пузырь? Плывущий. Текущий, плывущий. Можно ли сделать что-нибудь скелетное из тончайшей пленки киселя? Такой скелет хоть что-нибудь держать будет? Нет. Даже никаких скелетных функций здесь, конечно, даже рядом нет. Функция скелета выполняет соцскелет, который жесткий в пугленную трубу. Скажите, пожалуйста, темперапурное движение молебулы остановимо или не остановимо? Нет, не остановимо. А почти все процессы в клетке, если брать большие процессы, ведь на самом деле не сводятся к одной реакции. Как обычно в клетке обстоят дела. Вещество А должно превратиться в вещество В. Из вещества В можно построить вещества С1 и С2, в зависимости от того, что нужно. Из вещества С1 можно построить вещество Д1, из вещества С2 можно построить, допустим, вещества Д2, Д3 и так далее. Вот такие цепи преобразования будут называться в биологии метаболические пути. В данном случае сколько разных метаболических путей нарисовано на доске? Сколько разных дорожек? Смотрим, вот она первая дорожка, результат какой будет? Д1. Вот она вторая дорожка, результат? Д2. Д2. Вот она третья дорожка, результат? Д3. Славно. А как по-вашему? Ведь исходное-то вещество у нас одно. Но и от чего будет зависеть, какой конечный результат клетка получит, работая с этим веществом. А от точки назначения прибыли? А от точки назначения прибыли? Д3. Точка назначения сама по себе ничего решить не может. А от точки назначения прибыли? Почему вот из вещества В можно построить и вещество С, и вещество С1, и вещество С2? Что до этого надо сделать? Хорошо, клетка строит С1, а на некотором этапе перестал строить С1 и стал строить С2. Что он до этого сделал? Изменил условия. И что произошло? Изменение... Чего изменение? Изменение информации. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Значит, соответственно, чтобы провести вот это преобразование, нужен свой фермент? Да. Назовем вот этот наш фермент-1. Он строит из вещества А, вещества В. Чтобы провести преобразование из В, С1. Это у нас должен работать фермент номер 2. А подойдет ли он для того, чтобы получить С2? Нет. Нужен фермент номер 3. Значит, нужен фермент номер 3. Идея понятна? И вот эти два агнативных пути, как они регулируются? Если инициирован вот этот фермент, то мы получим результат Д2. А если вот этот фермент? Д3. Отлично. То есть, на самом деле, все процессы в клетках – это длинные цепи взаимосвязанных реакций, каждая из которых катализируется своим ферментом. Все сложные процессы в клетке – это результаты длинных цепей взаимосвязанных реакций, каждая из которых катализируется своим ферментом. Ну и понятно, как клетка получает, как клетка управляет получением конкретного вещества из одного и того же сырья. Просто производит нужный фермент. Если вы просто произвели фермент, он неактивен. Ну, активирует. А как активирует будет? На какую-то особую зону. А чем одна особая зона отличается от другой? Особенности. Какими? Давнение, pH. То есть, меняя какие-то параметры среды, которые могут переводить тот или иной фермент в активную форму. Активную конформацию вызывает. Все, если фермент перешел в активную конформацию, он начинает во сколько раз ускорять данный процесс? Миллион. Миллион, сотни тысяч миллионов. Вот все остальные реакции, конечно, не идут. Остановить-то их нельзя. Да? Но они идут сотни тысяч раз в митине. А значит, эта продукта повлияет на клетку серьезно или нет? Нет. Концентрация-то исчезающая маленькая. Хорошо. А вот теперь начинается полное безобразие. Смотрите, чтобы взять под контроль процесс, нам надо последовательно активировать разные ферменты, которые будут работать с вещами. Модель у нас следующая. На серьезных предприятиях, автомобильных заводах, как вы трогаете, там корейских, южнокорейских или немецких заводах, сбоку автомобилей происходит на автоматически роботизированных примерах. Там люди руками к деталям почти не прикасываются. Но берем, какая была ситуация, рассмотрим ее. Лет 50 назад, но пока роботосистемы не были введены на производство. Каким образом получали разные детали для сборки автомобилей, конечно? Брали формы и заливали металл. Да, хорошо. Одни люди занимались отливкой. И сборкой. Ага. То есть вы собираетесь просто за счет отливки получить детали, ну, допустим, двигателя, которые должны подходить друг к другу с точностью до нескольких металлов. Но это надо шлифовать. Шлифовать. Сверление такая операция была? Была. Принкрование такая операция была? Была. А некоторые детали нуждаются в особом покрытии, чтобы хорошо сопротивляться температуре или воздействием химических вещей. Покрытие. И так далее. Дяденька Фок в конце 19 века придумал какую систему? Конвейер. Конвейер. То есть человек произвел одну операцию и передает результат второму человеку. Второй человек делает следующую операцию и передает результат третьему человеку. Третий. Произвел следующую операцию и вот так. Похож на метаболический путь. Похож на метаболический путь. Вполне себе последовательное преобразование. Только ведь в клетке возникнет горе. Скажите, а ферменты стоят на месте, а ведь молекулы? Или они хаотично перемещаются в обеих? Температурное движение есть, да? Молекулы хаотично перемещаются. Представьте себе такой автомобилестроительный завод. Гигантский зал. Ну там 3-4 футбольных поля. Так? Значит, там находятся разные-разные станки. Сверлильные, фрезеровальные, ванны с покрытиями. Вот самые-самые разные. Только станки эти стоят на тележках с колесиками. Так? Остановиться они не имеют права и как-то так носятся по этому залу. Сталкиваются, расталкиваются. Надо рядом с сверлильным станком бежит слесарь Вася и по дороге сверлить свою детальку. Эту детальку надо передать после этого тополю Петя. Вот Вася окончил свою операцию и смотрит, где там залит Петя, куда унесло. А как он? Берет детальку, через весь зал их шара, Петя поймал, произвел токарную операцию. Дальше надо передать фрезеровчику Ивану Стробичу. О, с другой вообще конец зала. Ну, он размахивает со всей дури, баба оттуда. Вот нормальная ситуация без сборки автомобилей. Нет. Нет, все нормально. Что лучше сделать с станками? Прикрепить. Зафиксировать. Да, ладно. Зафиксировать на месте в определенном порядке. Вопрос. А в чем вы будете в клетке фиксировать? Ведь садоклассная это кисель. В этих трубочках. Только в трубочках. Как можно ограничить свободу движения в любой белковой мариополисбле? Можно сделать органолит, с мембраной. Сменить их информацию. О, почему транспортный белок не удирает из мембраны? А он там зажат. Чем? В глупости не зажат. Почему белок рецептора или транспортный белок? Он к ним притянулся, потому что. Еще раз. Он притянулся ногой к головам и на нем. У него активные цены, его вода убивает. А вот это другое дело. Вот это совсем другое дело. Центральная часть молекул, есть центральная часть молекул гидрофонная. А хвосты ее гидрофизны. Какое положение она займет? Обязательно. Головой к воде. Головой к воде, а это значит. А центральная часть, тебе кажется? Низу. Не внизу, а в толще мембраны. Ребят, мембрана это бутерброд. Внешняя и внутренняя поверхность мембраны. Вот они. Они гидрофильные или гидрофонные? Еще один раз рисую структуру мембраны. Из каждой головой торчит пара хвостов. Скажите, пожалуйста, слои выделены желтым. Гидрофильные или гидрофонные? Гидрофильные. 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 Отлично притягиваются к воде. Слои выделены синим. Гидрофонные. Гидрофонные. Именно поэтому нету никакого гаишника в клетке. Какая сила разворачивает эти молекулы и упорядоченно укладывает их в двухслойную структуру? Развлойная зеркалка. В данном случае не только температурное отражение молекулы. Почему каждая молекула не случайно образом стоит, а развернувшись к соседу строго определенному? А кто же они за водой гидрофобная часть, а кто будет отделаться? Именно так. Гидрофиль-гидрофобное взаимодействие. Вот эти вот синенькие хвоста отталкиваются от воды. Точнее, от воды. А друг от друга не отталкиваются. Поэтому стоит молекуля из-за температурного движения принять какое-нибудь другое положение, ее хвост вываливается из общего ряда, а здесь ведь вокруг водные растворы. Здесь и здесь водные растворы. Что произойдет с хвостом, который высунулся из общего ряда? Водные диполи вываливают обратно. Конечно, его просто как молоком по гвоздю ударили, хвост опять развернулся. Вон там. Хорошо. Теперь, если у нас есть молекула, вот такая. Большая. Ну да, белки подошли к фосфолипидам от гиганта. Дальше продолжается мембрана. Вот она, мембрана. В составе белков сколько разных аминокислот можно сказать? 20. 20 разных. Все ли радикалы у них одинаковые? Нет. Нет. Сколько разных типов? 20. 20 разных типов. Ура. Отсюда мы имеем 20 разных аминокислот. Некоторые радикалы гидрофильны, некоторые гидрофобны. Вопрос. Какие радикалы торчат из молекулы вот в этой зоне и вот в этой зоне? Они претягивают водные диполии и нормально с ними взаимодействуют. А вот в этой зоне? А здесь какие радикалы с долгой торчат? А здесь гидрофобны. Поэтому, если из-за температурного движения такой белок сместился вот сюда, уехал, что начнется? Водные диполии. Да его водные диполии обратно забили. Если он по энергии проскочил слишком далеко, с этой стороны его водные диполии обратно. Он вот так вот покачивается вверх-вниз? Не только вверх-вниз. А почему вы считаете, что температурное движение может только вот так действовать? А еще вот так? Вот так, зараженный. Или класс из класса. Завтра. Так вот, в каких направлениях температурное движение не будет заблокировано, то есть, ради бога, свободно двигайтесь. А в каких направлениях гидрофобны не будет? Вот в этом направлении за счет температурного движения может налегово поехать? Никаких проблем в этом направлении? Никаких проблем в этом направлении? Нет. Не может в этом направлении? Проблем. Не может в этом направлении? Нет. Почему? Нет проблем, конечно. В результате вещество, из которых построены послепительные мембраны, мембраны живых организмов, вот эти два слоя, плывут относительно друг к другу, вот так. Ну или я не знаю, вот у вас два слоя мембраны, без слоя, да? Вот эти слои могут вот так смещаться относительно друг к другу. Есть поток мембраны. Но может ли деталька выскочить вот сюда или наоборот вот сюда? Нет, вот этого не бывает. Отлично. Возвращаемся к нашей модели сборки автомобиля. Последовательно работающие станки лучше закрепить так, чтобы они недалеко убегали друг от друга. Вопрос. Где будем располагать ферменты, которые должны осуществлять последовательные преобразования? Мембраны. Мембраны. Поэтому у любого органоида, который имеет большую площадь мембраны, кроме транспортных задач, всегда будет еще одна группа задач. На этих мембранах всегда ведутся сложнейшие формы синтеза. Создание таких веществ, которые за одну реакцию не получат. На мембранах ЭПС синтезируются сахара в клетке и жиры. Итак, на мембранах ЭПС синтез липидов и углеводов. А вообще, любой организм, площадь мембраны ЭПС маленькая или большая? Небольшая. Сравните площадь мембраны ЭПС и площадь плосмолема. Какая мембрана? Мембраны ЭПС на много раз больше. Ну, разумеется. Вон много раз больше. Две главные группы задач. Первая – транспортная задачка. А вторая группа задач с мембранами большой площади связаны сложнейшие метаболические пути. То есть, вот такие многофазные действия. Синтез, сложный синтез каких-нибудь веществ, сложное расщепление каких-нибудь веществ. Когда надо последовательную работу, всегда участники сажаются на мембранах. Это материнский органоид, из которого строятся самые разные другие обномембранные органоиды. Разбираемся с вами с таким органоидом, который называется диктиосома. Диктиосома – это со стороны единички аппарата Гольджа. Из мембранных пузырей связаны друг с другом микротропчиками мембранными. Вот сейчас и увидим, как он строится, возникает работа. Несколько кадров из жизни крючки. Первый кадр. У нас есть некоторое вот такое отрепление АПС. Ну, какого-нибудь вот такого кусочек. По этой трубе идут определенные вещи. Прокачка. Второй кадр. Вот этот конец, слепой конец, начинает вот так расширяться. А это значит, какой поток вещества возник? Вещества продолжают идти только вверх в трубе или нет? Нет. Нет, понятно, что вот сюда поток возник. Типа склад? Типа склад. Третий кадр. Пузырь вырос до каких-то размеров. Дальше он увеличивается не будет. Он получил вещества, которые отезаповываются в него поправили. Оторвется? Да. А дальше четвертый кадр. Этот пузырь оторвался. Вот он висит. А на отростке начинает расти новый пузырь. Когда этот пузырь вырастет, пятый кадр, то вы получите. А вы получите вот такую конструкцию. Второй пузырь оторвался. На отростке растет третий пузырь. А два этих вот так и все тряп. Вот эти центральные, большие мембранные емкости гептиосомы называются цистерны. Ну, точно так же, как, я не знаю, железнодорожные цистерны или автомобильные цистерны. Они содержат... Полезно-то ли? Резервно-запасно. Да, да, да. Это просто емкость для хранения некоторых жидкостей. Вот эти цистерны. Цистерны соединены друг с другом мембранными микротрубочками. То есть, на самом деле, из одной цистерны в другую вещества пройти могут. Рядом ЦПС повисла система цистерн, соединенных микротрубочками. Радикально важный вопрос. Откуда взялись вещества, которые внутри цистерны? Из цитоплазмы или не из цитоплазмы? Они бегали по АПС. По АПС. А АПС, объем АПС, отгорожен цитоплазм в микротрубочками? Отгорожен. Так вот, ребята, это две разные группы веществ. Принципиально разные. Те, которые цитоплазмы, у них одна секунда. Те, которые попали в АПС, рано или поздно окажутся вот на этих сборах. Итак, АПС ведет в деке особо. В результате здесь у вас один набор веществ, а вот здесь другой. Отлично. А теперь какие органы любого организма называются железом? Вырабатывающие что-то? Вырабатывающие какое-то вещество. Но ведь все клетки вырабатывают вещества. Они долго вырабатывают. Вырабатывают не только для себя, а для нужд всего организма в целом. Хорошо. Клетка синтезировала, клетка железа синтезировала некоторые вещества. Что она дальше должна сделать? Отправить их куда нужно. А для этого она должна их вытянуть из себя. Ведь синтезированные вещества здесь будут, а используются они где будут? Нарошу. Вот здесь. Значит, белки. Для этого надо карта взять и вывести определенные вещества из стаблоза наружу. Белки? Можно, конечно, за счет работы белков насоса сделать. Но много ли они накачают? Работа с каждой молекулой поочередно делается иначе. Все вещества, которые клетка собираются вывести вот так, в большом количестве, собираются в АПС и по АПС идут вот сюда, в аппарат Гольджа. А дальше от поверхности аппарата Гольджа, вот так, мембранки начинают образовывать вот такие выпячивания, микропузырьки, визитумы. Чем, оказывается, заполнен каждый микропузырек. Вот этот микропузырек чем будет заполнен? Теми же веществами. Теми же веществами, которые есть в кистерне. А на поверхности этого участка мембраны есть белки, позволяющие прикрепиться кинезиноподобным белкам. Какие белки называются кинезиноподобными? Киназа. Это что значит? Аза, фермент. Аза, фермент. Киназа. Киназа это двигательные белки, которые двигают трубку. Да, двигательные белки, шагающие белки. Значит, киназа умеет, меняя конформацию, вот так двигаться. Шагать. А теперь дальше. А дальше вот такая история. У вас где-то в клетке висит дектиосома, вот она висит. От ее поверхности отделяются визикулы. Микропузырьки, заполненные теми штами, которые хранятся в цистерне. А рядом цитоскелет проходит, цитоскелеты пронизывают всю глину. Вот и тут микротрубочки цитоскелета. Вот так. А на микротрубочках цитоскелета закреплены киназа. Белки, которые умеют шагать. Смотрим, что произойдет, если визикула, вот такая визикула, взяла и поймалась на киназу. В мембране визикулы есть белки, которые могут соединяться с киназами. Отлично. Пузырек завис на микротрубочке. Если мы дадим в этом месте энергию, киназа поедет? Да. Поедет. Ехать она будет вдоль микротрубочки. Что мы получили? Транспорт. Мы получили, да, рельсовый транспорт. Скажите, пожалуйста, если вы на автомобиле, можете ли вы проехать по городу тем маршрутам, которые вы сами выбрали? Да. Отлично. Если вы на трамвае, можете ли вы проехать по городу тем маршрутам, которые сами выбрали? Нет. Трамвай идет по рельсам. Вот это тоже трамвай? Да, это рельс. Железная дорога. Железная дорога. И самое интересное, что по этой железной дороге можно дойти до мембраны. Мембраны, до плазмолема. Помните, что циркский легк соединен с белками, которые обмонтированы в мембрану. Ну и теперь киназа едет, 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 едет. Конечная остановка, плазмолема называет. В этот момент мембранка визита соприкоснется с мембраной, внешней мембраной клетки. Отлично. А соприкоснулись два нольных пузыря. Что с ним произошло? Сольются. Сольются. Вот к ним приплыла, визикла. Вот так. И в этот момент структурные белки мембраны вот здесь вот разрывают и свой коз флипидов. Куда ли они вот это содержимое? Выкинули. Привет, да. В внешней среде. А зачем? Зачем? Хорошо. Белки-рецепторы как должны стоять? Внешние белки-рецепторы. Они должны висеть, обращаясь к активному центру внутрь цитоплазма или наружу? Наружу. Наружу. Догадайтесь. Как клетка умудряется, допустим, построить клетчатую стенку? Или как клетка умудряется засунуть рецепторы на внешний слой мембраны? Ведь клетка сама вот здесь, здесь стоплазма. А нам надо что-то закрепить вот здесь. В внутренней, на внешней части. Как мы это будем делать? Нужные вещества. А мы синтезируем вещества в клетке и дальше передадим их в аппарат Годжа. Вещества из аппарата Годжа, пройдя в визикулах по цитоскелету, окажется выброшенным наружу при ветвь закреплению на каком участке мембраны? На внешнем или внутреннем? Внешнем. Так клетка оборудует себя снаружи. Точно так же железы выбрасывают сигнальные вещества в межклеточную среду для того, чтобы эти вещества куда-то там пошли. Идея ясна? Как коротко можно обозначить задачки аппарата Годжа, то есть задачки дептиосом? Первая функция та, которую вы сразу опознаете, это хранение веществ, поступивших из ППФС. То есть это склады. Но это не совсем обычная склада. Скажите, пожалуйста, все народы мира, какое вино и какие паньяки ценят больше? Произведенные вот только что, два часа назад, или произведенные... В тысячи социальных сетях. Допустим. То есть со временем свойства этих продуктов остаются прежними или меняются? Меняются. Происходит созревание. Ну, на самом деле, это ферментативный процесс, ферментация происходит. Ведь и то, и другое. Это продукты, которые созданы из живых существ. Ну, правда, с коньяками там все намного хитрее. Там их изменения не диктуются ферментами, а немножко по-другому. Зачем такую модель привел? Как, по-вашему, при хранении веществ внутри цистерны? Они просто тупо хранятся, как, я не знаю, там, ботинки на скваде. Они изменяются. Да, да. Происходит созревание белков. То есть белки приобретают именно ту конформацию, которая в дальнейшем будет необходима. Это не просто хранение. Можете написать в кавычках, только обязательно в кавычке. Созревание. Созревание хранимого продукта. То есть его трансформация. Приходите в веб-магазин. Ну, вот в универсант пришли. И собираетесь там, пока вы, делать какие-то покупки. Вопрос. Какие продукты называются расфасованными? А какие нет расфасованными? Ну, расфасованные те, которые в упаковку. Да, в упаковку. Каждая эта в упаковке. Произвольное количество продуктов или определенное? Определенное. Отлично. Следующая функция дегтеосомы – расфасовка веществ в какую-то оболочку? В визикулы. Визикулы – это микропузырьки. Если эти визикулы уже будут поступать на транспортные линии цитоскелета, то это уже задачка не самая дегтеосома, а задачка цитоскелетная. Рельсовые пути для перемещения веществ. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова